НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Беларуси. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Российские вооруженные силы продолжат выполнять задачи специальной военной операции. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность союзного государства. Часть белорусских самолетов, штурмовые авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты союзного государства. Высокую эффективность призыва граждан на военную службу. Также удалось умение. США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет Атакамс с дальностью пуска до 300 километров и тактических истребителей F-16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова